Привет, друзья! Меня зовут Саша, и в этом эпизоде мы поговорим с вами о том, как сделать классный городской пейзаж. Но сначала кофейку наливайте и вы тоже. С хорошим кофе всегда приятнее работать, правда? Но мы не будем с вами отвлекаться. Сегодня чудесный день в Амстердаме. Это на самом деле большая редкость. Если вы живете в Амстердаме, Лондоне или Санкт-Петербурге, вы ежедневно крутитесь в городе. Но больше того, в этом городе чаще всего дурацкая погода совершенно. И вы можете думать, блин, у меня нету этих классных дней, вот чтобы когда солнышко, потом вот этот золотой час, потом голубой час, да? Пойти делать классные фотографии. Вы скажете, все просто. Ваш город идеально подходит, если у вас есть облака. И я думаю, что в России, наверное, это работает по всей стране. Итак, я, значит, катался на лодочке в Амстердаме. Между прочим, всего 11 евро. Всем рекомендую, кто едет в Амстердам. Один разочек прокатитесь. Второй раз делать нечего, один разочек можно. И ищите место, где за 11 евро. Там бывает часто 13 евро, там 16 евро для туристов. Вот это вот все, это не для нас. Для наших ребят все должно быть четко 11 евро. Итак, у нас, значит, есть вот такая фотография. Я ее уже обработал. Мы хотим сделать примерно такую фотографию из вот этой. Выглядит она, кажется, совершенно не так. Ужасно, как какое-то тупое, серое такое небо скучное. Да, какая-то, наверное, вся скучная. Ни цветов, ни драмы, ни игры света. Что с этим делать, спросите вы. Ну, во-первых, радоваться, потому что она снята в RAW-формате. RAW-формат это по-во-формат. Первым делом мы смотрим на саму фотографию, на экспозицию. Мы видим, что небо у нас такое светлое достаточно. Но в целом вся фотография, мы это видим по гистограмме, снята, так сказать, влево. Так говорят, то есть, снята влево. Это значит, что все цвета на фотографии, да, они большей частью сняты в темную часть. То есть, недосвечены немножко. Окей, и зачем это сделано? Сделано это для того, чтобы наше небо, не дай бог, не засветилось. Потому что оно будет одной из основных частей нашей фотографии. Смотрим в целом на композицию фотографии первым делом. Она, в принципе, хорошая. Мы сделаем несколько добавлений, исправлений, но чуть позже. Highlights. Highlights мы опускаем. Highlights добавляют нам ясности в небе. Дальше. Мы убрали highlights и таким образом потеряли часть деталей, да, светлых таких вот здесь. Мы это чиним тем, что мы добавляем теней. То есть, мы их делаем более светлыми. И уже фотография выглядит гораздо лучше, да. Мы видим больше деталей на фотографии. Это интересно, это классно. Двигаемся дальше. Черное. Немножечко вниз, чтобы добавить контрастности фотографии. Буквально чуть-чуть. Дальше интересный инструмент Clarity и инструмент Dehaze. Clarity это ясность по сути. Dehaze это убрать дымку с фотографии. Если вы добавляете Clarity, то вы увидите, что инструмент похож на контрастность чем-то, но он при этом подчеркивает детали еще. А Dehaze фотографию большей частью затемняет, но при этом избавляется от дымки. Поэтому он, собственно, и называется Dehaze, потому что он снимает ощущение, что вот перед вами дымка такая. Итак, мы, значит, убрали Dehaze. Видим, что проявилось небо немножечко и вода немножечко стала такой более контрастной. Это классно. Дальше я повышаю Vibrance. Это красочность. И мы видим, что уже цвета, которые присутствуют на фотографии, становятся более красочными, сочными. А вот если мы возьмем насыщенность и выкрутим ее, то по сути покрасятся части объектов, на которых не было никакого цвета изначально. То есть, например, вот эти вот белые части моста станут более желтыми. Мы этого не хотим. Поэтому насыщенность просто по минималочке. Вот на чуть-чуть поднимаем. На чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Не перебарщиваем с этим. Дальше идем в кривые. Кривых мы буквально чуточку применяем. Значит, во-первых, мы делаем фотографию чуть-чуть более матовой. Буквально на 3% поднимаем вот этот левый краешек вверх. Берем на пересечении вот этих вот линий, ставим точечку и опускаем вниз. Чуть-чуть. Даже многовато я сделал. Чуть-чуть. Добавляет немножко матового эффекта. Смотрите. Оп. Оп. Видите, немножечко матовой становится фотография. Кстати, чтобы вот этот краешек можно было тянуть, удостоверьтесь, что у вас зажата вот эта кнопочка. Если она не зажата, то края вы двигать больше не сможете. Так, идем дальше. Значит, закрываем, чтобы не мешалось. Креативная часть, друзья. Это креативная часть. Здесь свершается вся магия цвета, так сказать. Магия цвета. Какой-то стиральный парашют мне это напоминает. Значит, здесь я хочу передать на этой фотографии атмосферу осени. Да, осень это такое достаточно серое время года, но при этом с ярко-оранжевыми цветами. Поэтому, что я делаю? Я иду в оттенки. Hue, Saturation, Luminance, если что, это оттенок, насыщенность и подсветка. Желтый мы двигаем в сторону оранжевого больше. В сторону оранжевого пододвинули, да. То есть, аккуратненько, не перебарщиваем, чтобы у нас белые... Показываю пальцем на экран. Чтобы у нас белые краски не менялись. Чтобы они оставались более-менее белыми. То есть, мы можем подчеркнуть старость этого моста тем, что он такой ржавый уже. Но не перебарщиваем. Зеленый я хочу, чтобы ушел больше в желтый. Но, тем не менее, немножко его оставить. Натуральность. Оранжевый. Оранжевый оставляем на месте. Я не хочу, чтобы он уходил больше в красный. Переходим в Saturation. То бишь, насыщенность цветов. Здесь, что я хочу, добавить оранжевого. Потому что у нас осень. Желтого. Зеленый приглушить немножечко. И убираем синий. Убираем синий. Это делает нашу фотографию более серой. Потому что мы хотим серый день. Осень, серый день. Добавляем серого цвета. Убираем синие цвета. Аква тоже убираем. Синий убираем не до конца. Чтобы детальки. Вот эти вот флаг, например. Нидерландов. Он оставался синим все еще. Но приглушенным. Идем дальше. Luminance подсветка. Подсветка цветов. Подсветка это, по сути, высветление какой-то краски. Добавление туда белого. Что создает ощущение яркости. Этот инструмент позволяет отдельные цвета подсвечивать. Но помните, что подсветка равна выцветанию цвета. То есть цвета меньше, света больше. Поэтому берем оранжевый. И слегонца поднимаем. Вот так. Чтобы он как бы ярче выпрыгивал на нас в фотографии. Желтый тоже самое. И это, кстати, помогает высветлить белый мост немножечко назад в белый. Зеленый тоже самое. Отлично. Отлично. Получилось красиво. Тем не менее, у нас небо, помним, изначально синее. Берем синий цвет и убираем оттуда цвет. Свет. Берем синий цвет и убираем оттуда свет. И смотрим, на ними появляется еще больше деталей. Отлично. То, что нужно. В целом, мне нравится, как обработана фотография. Дальше идем в детали. В деталях добавляем немножко резкости. То есть это будет видно, вот если мы приблизим к мосту. Вот мы видим. Убираем. Смотрим на мост. Оп. Это добавляет и зерна, и резкости. Поэтому буквально на чуть-чуть прибавляем резкости. Вот так. Отлично. И, наверное, можно убрать details больше. Чтобы убрать зерно. Слишком много зерна, плохо. Отлично. Двигаемся дальше. Дальше у нас lens correction. Lens correction позволяет нам... Так, возвращаемся. Lens correction позволяет нам, во-первых, убрать этот вот контур. Да, вот у нас есть такой контур. Он немножечко, он немножечко уходит, видите, да, и с деревьев тоже уходит. И, во-вторых, то есть такая фотография более четкой становится. И, во-вторых, он убирает изгиб, который создает линза. Он автоматически определяет, какой у вас был объектив. И убирает этот изгиб. Отлично. Дальше линзу откорректировали. Идем в трансформацию фотографии. Мы видим, что фотография сделана как бы с нижнего правого угла вот туда. Вот как будто бы вот я вот так снимал. С лодки. Возможно, так и было. Можете, момент пропустил немножечко. Жмем авто. И pretty much it. Нас как бы немножечко, камера как будто бы поднимается. И, собственно, становится лучше, красивше. Но при этом мы видим, что у нас завалился горизонт. Исправляем это в кроп. То есть, заметьте, в кроп я иду только сейчас. После того, как я уже сделал lens correction и после того, как я сделал трансформацию. Потому что у нас меняется вся фотография от этого. И дальше попробуем авто. Всегда сначала пробуйте авто и в трансформации, и в кропе. Авто не сработал. На самом деле, есть простой способ выровнять. Берете вот эту линейку, берете вот так вот, проводите линию. И говорите, сделать горизонтальную эту линию. Оп, он все сделал за вас. Все, супер, погнали. Так, мы выровняли фотографию. Сделали базовую коррекцию. Трансформировали. Все отлично. Можно было бы добавить еще винеточку, да, к этой фотографии. Но вот не в том я настроении на винеточку. Поэтому, в принципе, фотография уже можно было бы считать готовой. Посмотрим до и после, да. Как было, стало. Значительная разница, да. Прям, уф. Но это еще не все. И самое интересное идет после этого. Самое интересное, это две вот эти вот штуки. Они отлично подходят для коррекции именно лендскейпс. То есть пейзажей разных. Городского пейзажа или просто природного пейзажа. Что это такое? Это, по сути, маска. Вот такая, которую мы накладываем. И потом мы можем накладывать коррекцию только вот на эту маску. Это градиент. Если вы включите вот здесь вот показать маску, то красненьким отмечается, что у нас попадает под маску. Вот у нас как раз все наше небо практически, да, основная его часть попадает. Ничего страшного, что попадают деревья, дом. Мы потом это исправим. Так, что я хочу сделать с этой маской? Вот мы сделали эту маску, да. Убираем красный цвет, чтобы он нас не смущал. Я хочу небо еще более четким. Буквально чуть-чуть. Убрать цвета из него. Вот так. Поднять clarity. Опустить еще shadows. Опустить еще highlights. И вот мы видим, у нас уже создается такое драматичное небо. Прям драма. Драма queen. Добавляем контрастности. Контрастности. Оп. И немножечко убираем экспозицию отсюда. Понижаем. Буквально чуть-чуть. У нас получается классное, сочное, красивое, драматичное небо. Будьте аккуратны. Здесь всегда будьте аккуратны. Проверяйте, чтобы не появлялось очень много зерна. Особенно на краях облаков. Это смотрится некрасиво. И сразу портит впечатление от всей фотографии. Здесь у нас немножечко зерна появилось. Что мы делаем? Мы, во-первых, берем sharpness. И немножечко снижаем. Буквально на 10. И это, в принципе, на 15. И это, в принципе, нас спасает. Можно и не делать больше ничего. Идем дальше. На этом не все. На этом не все, чтобы сделать классную фотографию. Я хочу создать серый день. И было бы как-то странно, если бы у нас небо было таким серым. Но при этом такая яркая вода. Такое яркое отражение. Поэтому мы идем. Выделяем воду. Опять тем же самым градиентным фильтром. Если хотите больше отражений в воде, то Clarity и D-Haze опять же поднимайте. Но в моем случае отражений я не хочу. Я хочу, чтобы вода стала чуть-чуть более матовая. Поэтому я снижаю Clarity. И D-Haze немножечко поднимаю. И больше того, я хочу немножко затемнить воду. Поэтому экспозицию я чуть-чуть уменьшаю. Вот так. Вот так. Отлично. Красота. Можно чуть-чуть поднять. Что еще? Сатурэйшн. Сатурэйшн немножечко снижаем тоже. Потому что я хочу, чтобы вода не была центром внимания зрителя. Я хочу, чтобы вот этот мост был центром внимания зрителя. И таким образом вода у нас немножко выцветает. Что тоже красиво. Красиво. Посмотрим. Для сохранения реалистичности можно добавить немножечко highlights. Буквально чуть-чуть. Наверное, экспозицию мы чуть-чуть вернем. Давайте на минус 0,1 поставим. Вот так. Да. А то смотрится чуть-чуть ненатурально. Вот так пододвинем. Смотрим, что у нас закрывает маска. Отлично. Нужно, чтобы закрывала только воду. Вот так. Отлично. И в общем-то фотография в принципе готова. Дальше можно делать интересные вещи. Берем круговой фильтр. Выделяем дерево. Да. Обратите внимание, что почему-то по какой-то странной причине он изначально инвертирован. Этот фильтр. Поэтому мы опускаемся вот здесь. Вот жмем кнопочку Invert. Или Invert. Инвертировать одним словом. И выделяем вот это вот дерево. Потому что оно попало под действие нашего градиентного фильтра для неба. Мы хотим его вернуть все-таки. Да. Вспоминаем, что мы делали для градиента неба. Мы увеличивали Dehaze. То есть мы уменьшаем Dehaze для дерева. Мы увеличивали Clarity. Уменьшаем Clarity. Да. Мы убирали красочность. Возвращаем красочность бедному дереву. В общем-то и все. И оно у нас красиво выделяется. И экспозицию чуть-чуть поднимаем для дерева. Оп. Красиво выделилось дерево. В принципе. В принципе. Вот такая красота получается. Дальше. В последнюю очередь. Я бы смотрел на экспозицию. Можно ее немножечко добавить. Может быть даже настолько. Настолько много. Вот на 0,2. На 0,2 ставим экспозицию. Получается красивенько. Белиссимо. Белиссимо. Друзья. Вот только вот так вот не хватает специи покидать на эту штуку. У нас получилась фотография. Красивая. Сочная. С облаками. Можно. Если вы хотите. Вот прям любите драму. Да. То можно берете в облака. Заходите. Еще экспозицию. Подуменьшили. Еще немножечко. Дихо и задобавили. Ух. Красота. Дан. Дан. Ребята. Итак. У нас акцент на мосту. При этом у нас классное небо, которое подчеркивает вот эту контрастность. Плюс у нас за мостом вот эта вот светлая часть. Она помогает выделить мост. Сразу привлечь к нему внимание. Потому что у нас автоматически глаз на самое яркое бросается. И у нас нижняя часть не забирает слишком много внимания зрителя. Можно ее тоже немножечко еще. Можно там saturation из нее забрать. Немножечко. Вот. Вот. Будет красиво. Отлично. Отлично. Классная фотография. Итак, друзья. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний туториал. Если вам понравился, ставьте лайки. Подписывайтесь. Будем делать больше таких вещей. Я не профессиональный фотограф. Пока что. Я к этому иду. Я фотографирую для своего удовольствия. Я нигде никогда не учился. И, собственно, вот этот проект, он чисто для меня. И все, что я учусь, я хочу поделиться этим с вами. Чтобы вы вместе со мной приобретали какие-то классные навыки. Поэтому, если я что-то пропустил, если вы считаете, что я что-то сделал неправильно, если вы могли бы сделать это лучше, напишите в комментариях, поделитесь. Мне будет интересно. Я думаю, всем будет интересно. Посмотреть, как можно сделать было бы лучше, красивше, интересней. Или просто, как сделали бы вы. Расскажите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи, мои дорогие друзья. Пока. Пока.